Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Главный редактор издательства Янис Сета, географ Янис Туллась у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, наверное, основная тема, о которой хотелось бы сегодня поговорить, это, конечно, региональная реформа, которая планируется, и соответствующая нормативная база уже готовится правительством. Как мы знаем, целый ряд самоправлений не очень, мягко говоря, довольны таким развитием событий. Вы проводили исследования. Как Вам кажется, действительно ли вот такая масштабная реформа, поскольку говорят, что сейчас вместо 119 будет 35 административных территорий. Как Вам кажется, насколько назрела действительно такая масштабная реформа? Ну, я думаю, реформа назрела уже давно, уже как минимум 10 лет назад, потому что эта реформа, которая была произведена... Как раз 10 лет тому назад, в 2009. Да, в 2008 году, да. В 2009 вступила в силу. Но это ни одному человеку, который связан с экономикой, да, научном уровне, ну, не было ясно, почему вот такой именно... Почему такая модель, да? Такая модель, потому что там логики нет никакой. Я так понимаю, что даже те критерии, которые были предъявлены, зачастую вообще не соблюдались, да, были какие-то территории или вовости, где даже меньше вот того минимального количества жителей, которые должны были быть. Да, в принципе, в принципе, был один из вариантов, что вернуться к этому моделю 26 районов, который был до этого, и самая дольшая модель, которая вообще просуществовала в Латвии, ну, несколько десятилетий. Но вместо этого, ну, то, что там мы видим, есть отдельные исключения, которые в этих районных границах, но это больше исключений. А всё остальное – это более-менее, ну, очевидное лоббирование политических интересов, особенно зелёный крестьянский союз. Поскольку у них очень много вот руководителей самоправлений, да? Да, да. И, ну да, и это, на карте всё это видно. Вот интересно, совсем недавно была дискуссия Те Шаруна, по-моему, на латвийском телевидении, как раз посвящённой региональной реформе. И вот критики реформы, в том числе, вот, кстати, один из представителей союзовёных крестьян, мэр Венспилса Лэмбакс, говорил о том, что, ну, хорошо, мы можем сделать такую реформу, там, 29 плюс 6, не знаю, можно другую сделать реформу, но от этого не улучшатся ни дороги, ни инвесторы в очередь не встанут, ни бизнес сразу не придёт, и толку с этого не будет. Как вам кажется, действительно, это будет как бы реформа просто ради реформы, или это может, не знаю, активизировать какую-то экономическую жизнь вот в провинции? Сама по себе, конечно, это ничего не разрешит. Если мы, там, перейдём с 119 на 35 самоуправлений, это мало что изменит. Вместе с этим должны происходить реформы, которые почти во всех отраслях, которые сделают наш госсектор, общественный сектор более продуктивным, потому что мы, ну, повседневно говорим о нехватке средств на там, зарплаты учителям, там, на дороге не хватает средств. Ну, с другой стороны, есть только два варианта. Один вариант – повысить налоги, да, который, я думаю, это ни в коем случае нельзя, потому что денег не хватает. Другой вариант – стать более продуктивными. И как раз реформа в шаг в этом направлении, поскольку, ну, мне было, как бы, два года назад, ну, эта задача – исследовать школьную сеть. И когда мы, ну, выдвинули какие-то критерии по эффективности, чтобы, ну, эту сеть приблизить по меркам эффективности к другим развитым странам, тогда самое большое сопротивление было как раз со стороны самоуправлений, потому что оптимизация школьной сети – это очень непопулярно, и в этих малых самоуправлениях очень многих местах школа почти единственное место работы, где работать. И, конечно, ну, для такого традиционного политика – это самоубийство, там, закрывать школу, хотя там 10 школьников осталось. Да, но с другой стороны, я знаю, что вот то исследование, которое вы проводили, весьма такое масштабное, объемное, вы говорили о том, что вот надо бы оптимизировать 180 школ, да, вот так вот, по стране, если я не ошибаюсь. Даже больше. Даже больше. С одной стороны, логично, мы понимаем ситуацию, особенно в провинции, количество населения сокращается там, но с другой стороны, вот те же оппоненты вам скажут, ну, вы понимаете, ну, уже не знаю, домов культуры во многих местах нет, да, значит, почты тоже уже нет, банковских отделений уже давно нет. Если сейчас мы закроем школу, то фактически никого не останется, там, не знаю, два пенсионера, что же вы делаете? Ну, да, но, к сожалению, время изменилось, и то, что производительность труда в сельском хозяйстве выросла десятикратно, ну, даже больше, и традиционной, ну, отрасль, которой занималось население в сельской местности, ну, там не нуждается рабочая сила. Зато постоянно нехватка рабочей силы, квалифицированной в городах, в больших городах, потому что магнитами развития стали крупные города. Там больше возможностей, концентрация средств, и, ну, самая динамичная отрасль – это IT, и мы видим, что, с одной стороны, этот уровень качества образования в сельских школах, не только в сельских, и в городских, ну, недостаточен, чтобы, ну, выпускники могли, были способны даже заполнить бюджетные места в вузах из-за своих скромных знаний математики, физики, там, недостаточных, а там мы видим причину, что очень упал престиж профессии педагога, а это из-за зарплаты, которая очень низкая, а это всё взаимосвязано с этими школами, где несколько десятков школьников, но если надо на уровне преподавать, там, физику, значит, ну, в такой основной школе, где нет параллельных классов, это 4-5 уроков в неделю, а что может заработать, ну, учитель, если у него 5 уроков в неделю, тем более, что там учеников, и очень многих местах там 6 школьников в классе, да, и зарплата, конечно, мизерная, и как-то надо всё это решать, и если отвечать на эту другую сторону, что же делать, надо концентрировать, вот, одно направление повышать эффективность, а с другой стороны вкладывать средства в мобильность населения, то есть дороги, транспорт, чтобы эти люди, которые живут в сельской местности, где ещё осталось какое-то количество, могли добраться до города ближайшего, где всё будет, и как раз эта реформа предусматривает, да. То есть мы не закрываем провинцию, как таковую, да? Нет, мы предусматриваем размещение 35 центров по всей Латвии, и мы посчитали, что 98% населения может достичь этих центров менее, чем за 40 минут, эти центры. И в этих центрах, ну, должно быть всё на уровне, в том числе и средняя школа. А что такое 40 минут? Ну да, кто-то скажет, ну, не с общественным транспортом, в многих местах вообще не ходят уже давно эти автобусы, автобусы и так. Но с другой стороны, конечно, всё, надо найти какое-то равновесие, баланс какой-то, да? Баланс между нашими возможностями, средства, которые позволяют, и с другой стороны, ну, то, что надо вкладывать самому жителю, если он выбирает жить со своей земной, какой-то глубинкой, где, ну, хорошо, что он сам что-то зарабатывает и платит налоги, ну, если это предприниматель. Но что плохо, мы анализировали эти данные, допустим, по крестьянским хозяйствам, которые официально регистрированы, да, в службе поддержки села, так как она может перевести, да. И оказывается, там, 42% вообще, ну, производят только для самопотребления, а ещё третье, то есть две трети по европейским стандартам вообще, ну, скажем так, для рынка ничего не производят, потому что по европейским стандартам, ну, если ты меньше половины того, что производишь, делаешь для рынка, это, ну, категории как самопотребление, да. И если эти крестьянские хозяйства не производят ничего для рынка официально, значит, там налоги почти никакие не поступают от них. То есть, фактически только дотации, да? Ну, да, там дотации, да, это в европейских фондах, там программы, ну, кое-какие средства поступают, и какой-то, ну, поддерживать минимальный уровень жизни, ну, возможно, с этим хозяйствованием. Но не скажу, что этим, ну, людям там, этому населению легко живётся, потому что, ну, это как бы минимум, они могут зарабатывать, а работать приходится, если это не современное, ну, какое-то производство, очень много и длинные часы. И тогда, ну, возникает вопрос, ну, с одной стороны, другие, другое население должно платить налоги за то, что там поддерживается какая-то, ну, школа, в которой постоянно не хватает каких-то педагогов, и в конце концов этот ученик, когда всё равно ему приходится когда-то выбираться из своей глубинки. И куда он дальше поступит, что он дальше будет делать. Да, и оказывается, ну, как мы говорили с мэром Валмиер, Байком, он говорил, что до основной школы уровень образования, знаний валмиерских школьников выше государственного, намного. А когда вот первые классы средней школы, десятый класс, сразу он падает. И они изучали, почему так. Оказывается, ну, там в окрестностях уже средних школ маленьких нет, поступают с сельских основных школ эти ученики продолжают. С таким очень низким уровнем уровня. И они потом три года с ними работают, чтобы их поднять до уровня, ну, среднего. И, конечно, ну, это ненормально. И не должно так быть. И вопрос не только в школах, вопрос в любой отрасли. Если мы берем даже, ну, там, спортивные всякие инфраструктуры, дорогие объекты, ну, мы слышим последние годы, каждый год какое-то самоуправление, где там, там, ну, вот последний был Руен, да, там город два с половиной тысяч жителей, они приняли, депутаты, решение, что будет строить плавательный бассейн, да. И возьмут кредит, наверное. Ну, да, вернее всего, что да, потому что это очень дорого. Это одна сторона монеты, что дорого, а другая, что и эти, ну, вложения ежегодные, чтобы содержать это все. Кстати говоря, тоже большая нагрузка на бюджет. И я вот как раз говорил с предпринимателем, есть некоторые в Латвии предприниматели, которые развивают, ну, работают в этом бизнесе, который довольно рискованный, в Якопилсе, да, там есть СПА, по-моему, Цитрус, оно называется, они построили плавательный бассейн, брали кредиты сами, да, и... Это было рискованно в Якопилсе. Очень, очень. Там тоже количество жителей, к сожалению, сокращается. Ну, да, но там, по крайней мере, больше 20 тысяч в городе еще есть, да. Есть, да. И он сказал... Есть окрестности, которые тоже приезжают, якопилские вот там. Там как раз 6 километров от Якопилса было сало, ну, это бывший поселок 25-го конгресса КПСС. И там была средняя школа большая, построена в 80-е, и с плавательным бассейном. И как раз вот школьники с Якопилса ездили в эту салу, но этот бассейн был в довольно таком плачевном состоянии, он все там рушил, ну, как в советское время, не постройка энергонееффективна, все там рушилось. И вот этот предприниматель как построил все новое, ну, естественно, если он может предложить за такую же цену, да, в городе... Конечно, кто поедет в салу. Да, и, само собой, сало, ну, как бы кончилось, ну, этот... Потому что он был только... Ну, потому что он государственный и так. Ну, не скажу, что этому предпринимателю там легко в Якопилсе. Он крутится и работает, как можно там всякие программы для пенсионеров, оздоровительные мероприятия. Чтобы все-таки люди шли, да. Чтобы был оборот, да. И с этим он как-то, ну, сводит концы с концами. Но когда я вижу там самоуправление, другое, Элэе, там, говорили, ну, это у границы Литвы. Да. Ну, 26 километров Ялгова. В Ялгове там, ну... Все есть. Все один бассейн, по-моему, да? Я думаю, если бы в Ялгове еще построили еще один бассейн, это не было бы плохо, но зачем строить в Элэе, где пару тысяч населений, да? Зачем в Руэе, да, так же самое. Да, и в Руэе, ну, ладно, им там дальше, да, в Альмире, да. Но все равно, ну, должно быть какой-то здравый смысл. Это мы вкладываем деньги налогоплательщиков, и эти самоуправления должны будет потом 20-30 лет эти кредиты еще платить, что они, ну, повседневные затраты не могут. И из-за этого, чтобы уменьшить это, ну, как бы, скажем так, ну, безхозяйственность, ну, надо с одной стороны немножко централизировать все это. Это тоже будет, ну, мы надеемся, что это уменьшит сопротивление, ну, по поводу ввода всяких, ну, мер по эффективности, да, в каждой, ну, допустим, это же, ну, тот самый плавательный бассейн, может быть, где меньше 15 тысяч в окруженностях, да? И так в любой сфере, если мы это будем, ну, скажем так, целенаправленно все это развивать, нам появятся раньше или позже деньги, чтобы строить новые дороги, чтобы строить, допустим, ну, скоростную магистраль до Дауголпилса, да? Это очень кстати было бы, если… Да, не только в направлении Рау-Балтик, но и в направлении Латвии, да. Нам важно, чтобы, поскольку Рига – движущая сила Латвии, чтобы эти центры, где еще сохранились жители, они были удобно достигаемы. Латвия не такая уж большая, но это инвестировать, ну, надо очень много денег, чтобы магистраль до Дауголпилса довести, но потом спокойно два часа, и он в Риге. И для бизнеса это очень было бы хорошо, потому что, если в Риге там безработица уже достигает естественного уровня, там 4%, в Латвии она очень высокая. А из глубинки, из Краслова, там Прейли, могли бы доехать до местного центра, и это все бы было, ну, как сказать, так надо было делать. Но пока мы движемся по кругу и медленно отстаем даже от своих, ну, скажем так, ближайших соседей. Вот такую область еще в первой части я хотел задать. Как вам кажется, вот те самоуправления, ну, более крупные, к которым будет присоединять, если так можно сказать, вот эти вот края и волости, они вообще готовы к такому процессу? Потому что, вот, я слышал, мэр Далгопилса говорил о том, что они поддерживают эту реформу, но они еще опасаются, что просто они не будут готовы вот обеспечить всем необходимым, вот, чтобы действительно этот региональный центр реально работал. Они говорят, ну, тогда это все будет в ущерб, не знаю, жителям Далгопилса. Ну, я думаю, во-первых, чем больше, ну, скажем так, ну, этих, ну, хозяйства, да, чем есть, ну, возможность, ну, сделать более весомые вещи. Ну, как, если у тебя маленькая хозяйство, тебе все труднее. Большой хозяин может привлечь лучших специалистов, платить этим лучшим специалистам больше денег, то, что маленький никогда себе не может позволить. Да, там маленький скажет, но я ближе к народу, да. Но, с другой стороны, что этому народу, если все равно там, ну, допустим, то же самое Илукс, да, там, ну, буквально, Далгопилс недалеко, все основные услуги, все равно народ едет работать в Далгопилсе, и там все мероприятия. Они все равно там, да. Они все равно там, смотри, как хочешь, да. И лучше бы было, что это все развивалось как единое, целое, а то мы видим, как строятся там границы, крадут школьников, возят только свои школы. Это не... Борьба за каждого ученика. Да, ничего, что там ближе, там, другого самоуправления. Ну, а это, опять же, ну, растрата денег налогоплательщиков. Я реструюсь на студии, экономический географ, небольшая пауза на новости рекламы, потом продолжим, не переключайтесь. Еще раз добрый день, я реструюсь у нас в студии, экономический географ, и мы как раз говорим о региональной реформе, ну, и все, что с ней связано. Ну, мы знаем, те, кто следят, может быть, за какими-то политическими процессами, в курсе, что бюджеты самоуправления большую часть все-таки составляют вот эти поступления от подоходного налога с населения. То есть, ну, так, чтобы совсем по-простому, не знаю, человек работает в Риге, живет задекларирован в Цессисе, понятно, что большая часть 80-20, по-моему, такая была пропорция, если я не ошибаюсь, 80% его подоходного налога уйдет вот в самоуправление, к примеру, Цессиса. Или, не знаю, Лимбожи, где он задекларирован. Вот, на ваш взгляд, должно ли что-то меняться вообще в этой системе финансирования? Может быть, какая-то другая система должна быть распределения налогов? Ну, то, что эти самоуправления, которые находятся в периферии, вообще не будет что-то получать из более благополучных по местонахождению самоуправлений, я думаю, это было бы неправильно, потому что, ну, должны быть более-менее равные условия по всей стране. А с другой стороны, эта модель финансирования вообще, ну, как бы, ну, не способствовала развитию предпринимательства в самоуправлениях. Можно даже сказать, я говорил с несколькими мерами, которые сказал, ну, какая мне разница, там, есть это предприятие или нет, мне меньше проблем, если его нет. Ему там, ну, надо будет инфраструктура, он там дороги мне, ну, испортит, еще что-то. Что-то будет требовать от меня, зачем, да. Требовать, да. И, ну, нет, это никакой пользы. И, ну, в какой-то мере, ну, если буквально это смотреть, так да, да, но, с другой стороны, это, конечно, ну, очень такая близорукая политика, и поэтому наше предложение обязательно будет изменить эту модель, чтобы вот как-то определить добавленную стоимость, которая, ну, производится в конкретном месте по местонахождению этих предприятий, и тоже какую-то часть, ну, вот этого, с этого фонда, ну, по этим признакам, чтобы стимулировать, чтобы стимулировать самоуправление, ну, вкладываться или, ну, делать для предпринимательства подходящую среду, и бороться за инвестиции, бороться, главное. На ваш взгляд, можно ли будет, ну, использовать какие-то еврофонды вот на эту реформу, как вам кажется? Ну, прямо на реформу вряд ли, но я думаю, есть конкретные намерения у министерства для поддержки регионов, целые программы, которые более, ну, на льготных условиях сможет, особенно для развития предпринимательства, поддержки, ну, там, довольно существенные, ну, объемы. Так что, прямо на реформу вряд ли. Вот, что касается наших соседей, Литва, Эстония, мы отстали от них? У них подобные реформы вообще были проведены? Литва была в этом плане пионером, они, в принципе, что они сделали, они сохранили вот те районы, которые были в советское время. То есть, они взяли вот эту модель, Литовская СССР, да? Они там, наверное, где-то 4-5 районов еще добавили, но в основном это те же самые, если я правильно помню, 44 района было, еще там города республиканского значения, 10, наверное. Ну, в Литве больше 50 самоуправлений. В Эстонии, а, и в Литве есть еще уровень абскритис, это, ну, как бы уезд. Уезд, да. Да, для которых тоже есть кое-какие там, ну, функции, но основное это самоуправление. А в Эстонии, они, как бы, шли по пятам в Латвии и дольше готовились, и все шло довольно, ну, как бы, оптимистически, когда партия регионов еще была, партия реформ была у власти. И реформа, конечно, там не была популярна, так же, как и здесь. Что, в принципе, понятно, да. И они даже приняли такую крайнюю меру, чтобы продвинуть эту реформу, гарантировать год зарплаты, или, не знаю, в полном размере, или каком-то урезанном всем руководителям упротняемых самоуправлений. Но она тоже, эстонцы, не совсем довольны с результатом, потому что, когда пришла к власти центр, центр, как она называется, центр правительства, партия центра. Да, центристы, они были более такие, ну, как бы, не настолько реформистически настроены, и, в конце концов, там тоже получилось, ну, как бы, такое пестрое одеяло, но не в такой мере, как в Латвии в 2009 году, но что-то в эту сторону, ну, где-то посередине, и они этим, ну, все-таки не гордятся то, что они сделали. Да, вот на ваш взгляд, достаточно ли у правительства такого, будет такой, не знаю, комплексный подход, не только с точки зрения технического процесса, вот, преобразования вот этих 119 в 35, но и, не знаю, его практического обеспечения, что я имею в виду? Ну, мы слышим очень часто в новостях, там, в каком-то районе или в области ушла на пенсию семейный врач, да, ее уже там было за 70 лет, она решила уйти на пенсию, и все, нет врача, они могут найти месяц, второй, третий, тем не менее, мы знаем, что все-таки резиденты у нас каждый год два вуза выпускают, да, и в Рижском университете Страдания, есть лечебный факультет даже в Латвийском университете, а все пытаются в Риге сконцентрироваться, может быть, надо делать какой-то комплексный подход, даже как было раньше, какие-то доплаты, не знаю, субсидии, квартиры, гарантии, ну, хоть что-то делать, чтобы вот и там была медицинская помощь на уровне. Да, я думаю, что в этом плане надо работать, и, ну, опять надо какой-то компромисс найти между нашими возможностями обеспечить эту медицинскую помощь, ну, в глубинке, потому что есть, ну, вещи, которые у нас в законодательстве написано, что вот самоуправление должно то-то, то-то, то-то сделать, но нет критерий, до какой поры включается, ну, как бы ответственность гражданина, и не может быть так, что он поселился среди леса, и ему все равно, он спрашивает, чтобы до его... Да, и самоуправление везло школьников в школу, там гоняло машину туда-сюда, поэтому, я думаю, везде должны быть определены какие-то критерии, до какой поры государство, самоуправление заботится, а где уже включается ответственность гражданина. Иначе у нас, как бы, хочется коммунизма, но денег-то не хватает. Да, потому что я так понимаю, что вот эти объемы субсидий на автобусное сообщение между некоторыми, вот там, где еще есть автобусы, государство ведь датирует этот транспорт, и кто-то, по-моему, сказал, и даже куда-то пускают электропоезда, где там возит воздух 3-4 человека, а мы знаем, сколько миллионов стоит содержать железную дорогу, кто-то почитал и сказал, что было бы дешевле ему каждый день оплачивать такси. Да, так и есть, мы делали для госконтроля такой анализ, да, на перевозку школьников, как они, ну, насколько целесообразно все это делается в самоуправлениях. И там именно так, ну, смотрели, что есть некоторые маршруты, где полтора часа собирают школьников по домам, и чтобы отвезти, и заезжая в другую, это Ребенская, ну, Волость, не Волость, Край, Ребенский край. Это, по-моему, от Галии, да? Да, да, он 7 километров Ребене от Прейли. От Прейли, да. И они заезжают в Прейскую эту… Всех собирают, да? Да, самоуправления. Это же все деньги. Всех нет, но тем, как бы, ну, как бы, кто больше будет обещать, тому поедем, да. И это не важно, что в Ребенской школе этот уровень, ну, это средняя школа, и по сравнению с Прейским школой там намного ниже этот уровень, да. Но зато, если родители считают, что для них это качество образования не так важно, главное, чтобы ребенка забрали с дома, да, чтобы ему там не надо пешком до автобуса ходить и потом ехать. Ну, я просто думаю, если каждое утро, полтора часа, и дороги не самые лучшие там, вот этот школьник будет, ну, трястись, да, как он может потом учиться, да. Ну, это же фактически, ну, да, стрелять по будущему детей надо. Ну, да, и они говорят нам тоже есть и в больших самоуправлениях, вот почему они до дома везут, потому что там родители такие безответственные, и они говорят, если не будете, ну, приезжать к нам, вообще ребенок не будет в школу идти, да. Ну, да, есть такие социально, ну, неблагополучные семьи, я думаю, это уже включается в обязанности, ну, этих соцслужб. Соцслужб, может быть, даже и сиротских судов. Да, да, и для таких детей, ну, их раз в неделю надо собирать, и чтобы они жили, ну, скажем так, в служебных гостиницах, там их покормят, по крайней мере. Были же в свое время такие школы-интернаты, может быть, не самые лучшие, но нечто подобное. Ну, это не интернаты обязательно, но теперь уже есть современные, вот эти служебные гостиницы при средних школах. А что делать? Да, и там, по крайней мере, их покормят, и им будет возможность участвовать в этих кружках, ну, после уроков. Ну, хоть как-то, да. И тогда есть вероятность больше, что он, ну, вырастет, ну, скажем так, и у него все получится, ребенку этому, чем он там, ну, как-то будет существовать в этой неблагополучной среде. Да, мы знаем, что когда вы проводили вот это исследование по вот школьным сетям, очень много критики было в ваш адрес и по поводу предложений по крупным городам, например, в Риге. Вот такая была дилемма. С одной стороны, понятно, что школы у нас в Риге есть разные, совершенно, наверное, с разным уровнем образования, там, не знаю, начиная от первой гимназии и заканчивая где-нибудь в школе, там, не знаю, при всем уважении в Чекл-Каунс или в Эсмил-Грависе, но мы все-таки догадываемся, что, видимо, все-таки уровень образования очень отличается, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что и уровень, не знаю, там, тоже никого не обижая, там, подготовки, развитие детей тоже разные. Не все могут учиться, даже если бы захотели, не знаю, в первой гимназии, да, или во второй гимназии, в третьей, да, и так далее. Да, что делать вот с этим? Ну, я думаю, должны происходить очень болезненные реформы, но радикальные реформы, поскольку, с одной стороны, рижское самоуправление было, ну, настолько прогрессивное, что несколько лет назад приняло решение, что, чтобы открыть класс в средней школе, надо 22 школьника. Уже был один критерий. Да, был критерий. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, этот же критерий не соблюдается, не соблюдается в той же Риге. И есть несколько школ, где, ну, нет такого количества школьников, и до сих пор существует средняя школа. И как раз, если мы анализировали эти результаты, тогда оказывается, что вот эти именно школы, где, ну, меньше школьников, нет параллельных классов, есть большая вероятность, что уровень образования в средней школе будет ниже. И, ну, то, что мы видим, надо консолидировать на базе лучших школ, где успеваемость лучше, делать, ну, такие нормальные средние школы, ну, не нормальные, нормально это не то слово, школы, где, как минимум, два-три параллельных класса, и тогда, ну, скажем так, появятся деньги для, ну, для учителей. Да. И хорошие... Если просто есть один класс учителя, ничего не могут заработать. Да, конечно. И, ну, и это должна происходить, ну, реформа одновременно, потому что все эти вот реформы очень болезненные. И, как я видел, ну, в Латвии есть некоторые самоуправления, допустим, та же Смилтона, которые, ну, они очень, ну, скажем так, непопулярные меры приняли, из трех школ сделали одну. И по закону все освободили учителей, выплатили им компенсации, и потом на конкурсной основе скомплектовали новый коллектив с сильной и средней школой. Зарплаты повысились. Уровень образования, ну, скажем так, даже при том, что вот к хорошей школе, не хорошей, а более сильной школе, ну, присоединились школы, может, которые работали с другим контингентом, все равно уровень образования немножко сразу же повысился. И это, ну, как бы, я, мне нет иллюзии, что в Риге, если объединить три школы, и сразу там повысится уровень образования. Конечно, есть громадная разница между гимназиями, где есть отбор по... А в старший класс даже нужен экзамен, чтобы поступить, да? Да, 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 да. И каким-то школам микрорайонов. И я не сторонник такой, как бы, селекционного подхода, потому что, ну, там есть два, ну, опять две стороны монеты, да? Одна, что те школы, где уходят эти, ну, как бы, более целенаправленно, и родители посылают этих детей, они будут, станет крепче, а что станет с остальными? Они, как бы, марганализации происходят, и там уровень падает. Поэтому, я думаю, гимназии, конечно, должны остаться, но это, как бы, порядка исключений для вообще самых способных. А в микрорайонах на базе лучших средних школ должны, ну, как бы, делаться вот такие микрорайонные, ну, сильные средние школы, и там должна появиться, ну, как бы, поддержка финансовая, чтобы, ну, если будет, это автомизация, и финансы тоже появятся, чтобы платить зарплаты. Сейчас вот в первом сентября все-таки несколько школ объединяются в Риге тоже, какой-то процесс происходит. Ну, это очень медленно, и так мы будем еще 30 лет что-то делать, а так по 30 лет мы не знаем, как будем отставать по всем параметрам. Поэтому, я думаю, там должны быть вместе с это объединением, опять же, как реформа административная, если просто мы складываем вместе четыре школы, одна хорошая, три не столько, ну, там ничего не получится. Должно быть полностью укомплектован новый, и тем более, что теперь переход в средней школе на латышский язык. Это закон уже принят, и я не вижу другого, ну, как бы, способа, как с так называемых русских школ детей научить хорошо латышский язык, если не будет этих учителей латышской среды, ну, которые может это... А их по-любому очень не хватает. Да, и это можно решить только, ну, значительно улучшая эту финансовую ситуацию для педагогов, которые, ну, которые, ну, это, как бы, предпосылка, чтобы молодежь шла работать, это престижно, опять же, было. Плюс еще должны в этих микрорайонных средних школах быть средства для социальных педагогов или помощников, которые работали с детьми или юношами, которые, ну, с тех семей, где не все благополучно, потому что разница будет огромная. И теперь мы эту разницу видим в школах, но это все должно бы быть, как бы, в одной школе, чтобы учились и умные, или более успеваемые, и дети, которым, может, не так повезло с семьей, или там материальная обеспеченность, им, может, что-то не хватает, чтобы им... Ну, с другой стороны, не все же должны получать высшее образование. Ну, да, и это... Так в жизни бывает, да? Кстати, да, в Германии половина после основной школы идет на училище. Да. Как раньше мы говорили, вот, ПТУ, но в тех образованиях. А у нас, к сожалению, это... Система, это, Арут Сколлс, есть, да, но... Есть, но престиж остался низкий, хотя там было вложено огромное количество европейских фондов. Я хотел сказать, огромное, миллионы. Да, и там все очень по-современному сделано, теперь есть эти гостиницы служебные, все там есть, и платится... Стипендии даже. Стипендии, да. Но, к сожалению, это, я думаю, можно решить таким образом, что, чтобы поступить в среднюю школу, тоже должна быть какая-то, какой-то критерий успеваемости. Ну, не может быть так, что там 5% баллов получает с этого обязательного экзамена и вступает в среднюю школу. Но это... Нереально. Он будет отсиживать эти 3 года и в конце... Ну, вероятнее всего, так и будет. И в конце концов, он не научится, ни профессии будет у него. А там, по крайней мере, он профессию освоит. Янис Турус, у нас был в студии и большое спасибо. Спасибо.